Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, как и всегда, мы вместе анализируем события, происходящие на финансовых рынках, то, что имело самые важные последствия для динамики финансовых инструментов. Продолжаем оценивать долгосрочные позиции, поскольку фундамент, прежде всего, направлен на то, чтобы у вас было четкое представление, как действовать именно в забегах на такие дистанции. Прошу прощения за вчерашний брифинг, к сожалению, из-за определенных проблем со звуком. Он был доступен только тем, кто присутствовал в прямом эфире через перископ. Надеюсь, что сегодня мы уже эту проблему обойдем и сразу же после того, как прямой эфир завершится, выложим запись текущего сегодняшнего брифинга на канале на YouTube. Это информация для тех, кто не имеет возможности присутствовать с нами в режиме Real Time. Из важных событий сегодняшнего дня сразу стоит отметить, что поскольку в США День независимости, нас ожидает спокойная, вялая торговая сессия из-за отсутствия большого количества крупных игроков на финансовых рынках. Но, с другой стороны, хочется отметить, что низкая ликвидность на финансовых площадках может в конце концов обернуться тем, что какой-то маломайский значимый фон спровоцирует серьезные движения. В общем, трудно предугадать, что произойдет с финансовыми рынками. Но, друзья, я думаю, что нам не нужно в моменте, опять же, видеть каких-то мощных динамик. У нас с вами есть четкое представление, как работать по финансовым активам. И мы ждем, когда же и евро, и доллар отработают эти цели, которые ранее были обозначены. Сегодня, пожалуй, из всех отчетов, на которые можно было обратить внимание, стоит выделить только активность в сфере услуга. Англия – это сектор, который будет замыкать три отчетов. То есть, с понедельника у нас было промпроизводство, во вторник у нас стоительный сектор, и вот сегодня сфера услуг. Ну, я предлагаю сейчас не останавливаться на британцев. У нас будет с вами несколько минут. Традиционно, когда мы уделим внимание этому, до этого активов, позже, когда переключимся на него. Ну и, конечно же, будем с вами готовиться к супер четвергу и супер пятнице, потому что в эти дни нас ожидает очередной блок статистики по штатам, нас ожидают данные по рынку труда и протоколы последнего заседания американского регулятора. Вы все прекрасно знаете, что для доллара такой фон не может не стать причиной каких-либо интересных движений. Но все же по американской статистике у нас тоже есть четкая тенденция, которая доказывается и подтверждается из недели в неделю, то, что это тенденция по штатам данным рост, улучшение и прогрессии. Нету причин сейчас копать, искать негатив там, где его нет. Я предлагаю просто сейчас положиться на неизменность этих данных и верить в то, что они в конце концов повлияют в долгосрочной перспективе на решение американского регулятора касательно процентных ставок. Но есть еще, скажем, один такой новостной акцент, который я хотел бы сделать на грядущие события. Тоже поговорим об этом, когда, собственно, станем разбирать пару долларов и иена. Давайте теперь по порядку, как раз пробежимся по основным активам. Нефтянка у нас 77.64, сейчас чуть выше. Мы находимся в 78.06. Подводя итоги вчерашнего дня, стоит отмечать, что цены выросли, опять же, после распродажа в ходе торговой сессии в понедельник и сейчас даже на азиатских торгах интерес все-таки к нефти сохраняется. Отмечу сразу, что очень трудно сейчас работать на рынке нефти, потому что фундамент уж очень однозначный и выводы можно делать абсолютно разные. в пользу как продолжение роста, так и коррекции. Я стараюсь максимально детализированно разбирать то, что происходит на рынке нефти, чтобы вы не путались, чтобы вы понимали, какие все же долгосрочные посылы в этом активе действуют. Пусть они иногда периодически, локально, внутри дня, несколько дней меркнут, потому что на передовую выходит какой-то более интересный, также локально, краткосрочный фонд, но они остаются, скажем, фундаментом для долгосрочных позиций, которые, как вы знаете, у нас связаны с продажами нефти. Почему фонд неоднозначный? Потому что мы продолжаем получать сигналы о том, что сокращаются поставки объема добычи в отдельных регионах, и при этом эти сигналы компенсируются другими сигналами, указывающими на то, что в других регионах производство нефти увеличивается. Собственно, если подытожить ту восстановительную динамику, которая имела место быть в конце прошлой недели, когда котировки фактически добрались до 80 долларов за баррель, если обратить снова внимание на тот интерес к покупкам, которые присутствуют сейчас, он обусловлен с опасениями срыва поставок из Ливии и Ирана. Ну, ливийская тема, мне кажется, даже более актуальна, потому что уже подтверждены данные, что действительно два крупнейших порта данного государства, Харига и Завесина, они сейчас фактически заморожены в своей работе, и поскольку не осуществляется отгрузка, то, учитывая те объемы нефти, которые через эти порты проходили, позволят нам сейчас говорить о том, что на рынок недопоставляется примерно 850 тысяч баррелей в сутки. Конечно же, это серьезный показатель, и возможно, нужно признать то, что покупатели сейчас имеют вот это основание локальное, чтобы попробовать затащить котировки повыше. До сих пор не утихают страсти по поводу того, что США кошмарит рынок, что если те компании, которые сейчас работают на иранском рынке с, в принципе, иранным поставком нефти не свернут свои деятельности к ноябрю, то в отношении них также будут действовать все санкции. Но я уже неоднократно повторял, друзья, если у нас все же Иран перейдет из статуса вероятных причин роста нефти, то есть недопоставки с этого региона, до реальных срывов, это будет уже даже после ноября, мне кажется, у нас все равно есть серьезный компенсатор в виде активности производителей нефти страны ОПЕК и Соединенных Штатов Америки. Собственно, мы знаем, что по факту достигнутых договоренностей по итогам прошедшей встречи ОПЕК+, было принято решение сейчас поднять планку добычи как минимум на 1 миллион баррелей в сутки, но при этом эта цифра была не конечной, как таковое точное количество баррелей, на которые можно было увеличить производство нефти, не оговаривалось, а значит, если на рынке будет появляться порс-мажор, я уверен, они будут появляться, даже если и не будут, все равно страны ОПЕК+, будут наращивать добычу нефти, стараясь вернуть и отбить часть потерянного рынка, который после 2016 года в силу действий аналитического пакта был фактически отдан американским производителям. И сейчас тоже очень неоднозначные комментарии, которые связаны с активностью той же самой Саудовской Аравии. То есть после заседания ОПЕК мы с вами говорили о приросте в 200 тысяч, сейчас уже на рынке со ссылкой даже на министра нефти, собственно Саудовской Аравии, на короля Саудовской Аравии фигурируют цифры в 2-3 раза выше. Россия даже вот уже после достигнутого соглашения о том, что уже в меньшей степени нужно соблюдать обязательства, подняла добычу на 100 тысяч. Я думаю, что это тоже, друзья, только лишь начало. Завтра у нас официальные данные по запасам и объему нефтедобычи в Штатах. Я думаю, что как минимум показатель будет сохранен на прежнем уровне в 10,9 миллиона. То есть это все равно очень много. Это рекордный показатель, который вкупе вскладчину с другими регионами, которые также будут увеличивать производство нефти, в конце концов, я думаю, вы со мной согласитесь, несет в себе пока что довольно вероятностный риск очередного чрезмерного накопления запасов мировой экономики. А если нам не удастся все же распрощаться с темой роста торговой неопределенности в отношениях Китая, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, тогда в конце концов пострадают темпы роста мировой экономики, что скажется на более низких аппетитах, более низких объемах спроса и, соответственно, станет еще одним фактором расхождения дисбаланса спроса и предложения на рынке черного золота. Поэтому это как раз такая стержневая идея, я буду ее и дальше транслировать. Я уверен, что со временем, когда у нас будут очередные данные по тому, сколько нефти добывается в отдельных регионах ОПЕК, сколько нефти добывается в России сейчас уже после соглашения, точнее заседания ОПЕК, которое миновало, у нас будет больше с вами козырей, чтобы отрабатывать прежнюю идею. Поэтому спекулятивный рост, он, конечно же, объясним сейчас по рынку нефти, но он настолько сейчас может быть каккосрочным, что, я думаю, не стоит даже вообще рисковать, чтобы работать с длинными позициями, потому что, ну, вы должны понимать, если сейчас рынок напуган, опять же, срывами поставок из Ливии, сообщение о том, что порты снова работают, может прийти в любой момент тоже в одночасье, и это приведет к совершенно обратной динамике на рынке черного золота. То есть этот новостной риск должен вами быть учитан, если вы все же покупаете этот актив. Я жду, когда котировки бренда закрепятся ниже 75, для того, чтобы снова начать активно трендить по этому активу в расчете на то, что это работает, вот этот фундамент, о котором я говорил. Рубль 63.12, вот эта болтанка продолжается в динамике российского валютного инструмента, цели у нас не меняются, 65, я думаю, что скоро мы этот уровень увидим. Европейская валюта против доллара остается сейчас во власти политического фона. Очень много, я вчера говорил про политику в еврозоне, я попробую сейчас резюмировать, скажем так, более крупными мазками отметить, что соглашение по миграционному вопросу удалось достигнуть еще на встрече в Брюсселе в конце прошлой недели. До этого отсутствие единой позиции среди коалиционного правительства Германии было серьезным риском для еврозоны, для перспектив евро таким же, пожалуй, серьезным, как и неясность, как дальше будут обстоять дела в торговых отношениях в прежнем союзе Соединенных Штатов Америки и валютного блока. Потому что если бы не удалось договориться по миграционному вопросу, мы бы увидели с вами очередные выборы собственно в Германии. Сейчас это уже прошлая тема, как я уже отметил, по миграционному вопросу договорились и какой-то риск удалось снять с рынка. Сам факт достигнутого соглашения это разрядка для финансовых площадок. Но это не значит, что евро теперь получил возможность для того, чтобы исключительно только расти. Ни в коем случае, друзья, потому что вслед за политикой у нас эстафету подхватил другой риск. Это опять же усиленные конфронтации в отношениях Европейского Союза Соединенных Штатов Америки. Стоило нам только в пятницу получить комментарий о том, что Жан-Клод Юнкер отправится с вами визитом в Вашингтон для того, чтобы обсудить вопросы пошлин. Как тут же на выходных пришли очередные, скажем, угрозы. В данном случае уже больше составка на Европейский Союз, что если Соединенные Штаты Америки все же додумают меры, которые предполагают установление пошлин на европейские автомобили, то Евросоюз пойдет на ответные шаги и ведет пошлины на поставляемые американские товары общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. Опять же, вчера я обещал попробовать копнуть состояние торгового баланса и найти подтверждение того, что действительно Европейский Союз может, имеет возможность говорить о таких серьезных контрмерах, потому что 300 миллиардов долларов – это даже спорный вопрос для ответных по масштабам контр-опошлиных действий со стороны Китая. Ну, я посмотрю, друзья, если действительно так, то вернемся опять же к этим рискам и тому, к чему в целом это приведет. Пока у нас нет новых новостей по тому, как обстоят переговоры, может быть, даже они сейчас не ведутся. Я не нашел точной даты, когда Юнкер все же посетит Вашингтон, возможно, уже в конце этой недели. Будем следить за этим событием, но в целом для евро остаются прежние риски. Еще этот риск был усилен слабыми данными по базовой инфляции. Вы понимаете, что на фоне такого отчета по индексу потребительских цен базовым очень невысокая вероятность того, что ЕЦБ свернет программу количественного смягчения, даже несмотря на то, что отмечал это. Также у нас позавчера был блок статистики по активности производственного сектора, еврозоны и отдельных стран ключевых. Можете, скажем, снова обратить Ваше внимание на содержание экономических календарей и убедитесь в том, что статистика в целом остается в тенденции негативной, что также не добавляет оптимизма в отношении евро. По европейской валюте я рекомендую ориентироваться на цели 1.15. Думаю, что она будет отработана в самое ближайшее время. Доллар и иена консолидировались какое-то время на сопротивление 111, использовала и поддержку довольно неплохих данных по активности PMI производственного сектора, ISM тоже промышленности. Но в целом удержаться на этом уровне не удалось. Я считаю, что это было более чем прогнозируемо, то, что доллар сейчас окажется под давлением. Вчера, кстати, на брифинге, можете посмотреть в записи, опять же, через перископ мы говорили как раз о том, что на текущий момент восходящее движение доллара и иены может быть приостановлено. Ну, или же, по крайней мере, заименится, потому что очень неоднозначный фундамент сейчас по этой валютной паре. С одной стороны, у нас есть позитивные ожидания, что выйдут сильные данные по американскому рынку труда, и эти данные окончательно убедят нас в том, что ФРС остается на пути дальнейшего повышения процентных ставок. Но почему есть фундамент, который перекрывает этот позитив? Это связано с тем, что 6 июня, то есть тогда, когда мы с вами будем разбирать данные по Non-Farm Perils, Соединенные Штаты Америки, хотя, опустим, наверное, уже в целом вступит в силу пошлины на 34 миллиарда долларов в отношении поставляемых товаров из Китая. И мы помним, что ранее Китай уже предупреждал, что если США все же примут эти решения, как только это произойдет, то со стороны Поднебесной последуют ответные меры. Сейчас рынок очень сильно беспокоит эту тему, потому что, в конце концов, ответные меры со стороны Китая могут заставить и Соединенные Штаты Америки проявить большую такую пошлинную агрессию и снова припугнуть, в том числе не только Китай, но и всю мировую экономику, что, скажем, ответные меры – это очень глупая тактика введения таких очень важных переговоров. Как бы то ни было, друзья, пятница уже совсем скоро. Я не знаю, на что сейчас лучше сделать ставку на сильную статистику по рынку труда, которая вытащит доллар, либо все же на вот эти торговые риски, которые приведут прежде всего к росту защитных инструментов, то есть японской валюты, а не доллара. Поэтому для тех, кто краткосрочно спекулирует, я еще вчера все же давал рекомендацию пока подпродать доллар против иены, и уж если действительно мы получим мощные позитивные сигналы в пятницу, то тогда снова вернемся к покупкам американского доллара против японской валюты. Ну а для долгосрочно ориентированных трейдеров я считаю, что менять ничего не нужно в стратегии того, как вы действуете, собственно, на рынке Форексов, данных для этих инструментов. Как покупали доллар, так и покупать и дальше. Цели, они остаются также довольно высокими и, в принципе, оправданными, потому что любой новостной фон, который касается даже торговой неопределенности, он, конечно же, должен когда-нибудь сойти на нет, и тогда мы сможем сфокусироваться на перспективах денежно-кредитной политики. Из других активов австралийцев против доллара так мы и не достали. Цель 0,73, сейчас уже 0,74. Не пугайтесь этому локальному откату, потому что в целом австралийцы, я уверен, продолжат снижаться, потому что в ходе тех комментариев, которые мы получали от Резервного банка Австралии вчера, в тот момент, когда состоялось заседание, когда было принято решение оставить ставку на прежнем уровне, их было достаточно, чтобы мы с вами были по-прежнему уверены в том, что Резервный банк Австралии, раз остается ориентирован на достижение целевых показателей по инфляции и борьбу с высокой закаритованностью, пока эти проблемы не будут решены, пока эти задачи не будут, собственно, закрыты. Конечно же, не откажутся от политики низких процентных ставок. Поэтому локальный рост австралийца очень быстро может сойти на нет. Мы в этом неоднократно убеждались. Австралийца находится под прессом. Ждем 0,73, друзья. И ждем, в принципе, что этот уровень может пасть уже даже к концу этой недели. Фон против доллара прорвались мы выше сопротивления 1,32 и хорошо поддержка пришла со стороны сильного отчета по активности в строительном секторе, вслед за сильным отчетом по активности в производственном. Сегодня у нас в 11.30 по московскому времени, то есть фактически через час 45 активность в сфере услуг еще более значимый показатель для в целом английской экономики и для британца, потому что на сферу услуг приходится, как вы все наверняка знаете, больше 80% экономической экономического восстановления. Хочу поддержать идею того, что если и сфера услуг не разочарует, тогда вероятность повышения ставки в августе с текущих 53-54% вырастет, кажется, даже выше, чем 60% будет. И поддерживает, опять же, эту идею еще вчерашний комментарий одного из голосующих членов Банка Англии Сандерса, который отметил, что, конечно же, дальнейшие изменения процентных ставок в Англии предполагают их повышение. И августа более чем нормальный, скажем, срок для этого и подходящее время. Также, друзья, хочу отметить, что мы с вами следим еще и за Брэкзитом. Вчера, к сожалению, у меня не было новостей по поводу того, когда нам ждать очередные комментарии по этому затянувшему всему политическому процессу. Сегодня есть отмечена дата 9 июля, то есть фактически в следующий понедельник, когда правительство Англии должно сделать новое предложение по Брэкзиту касательно в основном таможенных вопросов на границе с Северной Ирландией. И я думаю, что раз уж сегодня у нас среда, то есть довольно много времени до пятницы, возможно, и утечка информации, какие-то отдельные выдержки из этих предложений уже начнут появляться к концу недели. И что-то подсказывает мне, что в этот раз нам не избежать позитива, который необходим, в принципе, для нас, как покупателей британцев, и уж точно сможет, собственно, поддержать еще больше нашу длинную с вами позицию. Золото восстанавливается с уровня 1140. В частности, я делал акцент на то, что в ближайшее время из-за факта роста торговой напряженности и приближения вот этой сакральной даты 6 июля, то есть когда вступит в силу импортные пошлины на китайские экспорты, возможно, рынок немножко такое нервозное состояние и повысится спрос на защитные инструменты. Поэтому сейчас золото стоит рассматривать только с точки зрения покупок, тем более, что наш с вами ориентир по этому активу был, собственно, сделан. Остается только пока что отследить, как этот актив отреагирует на статистику по рынку труда и, собственно, на новости относительно переговоров, возможно, дальнейших и в целом текущей торговой ситуации с Китаем. Ну и, конечно же, еще хотел отметить фондовый рынок. США считают, что очень неплохой сделкой может стать продажа S&P с отметки 2700 пунктов. Почему? Потому что, опять же, по мере приближения от 6 июля, скорее всего, снова начнет идти вниз технологический сектор, который подтащит за собой все бенчмарки американского фондового рынка. С чем это связано? Потому что Китай наверняка ответит, и если произойдет это, то ответные меры могут коснуться крупнейших американских компаний, которые действуют на территории Китая. В общем, технологический сектор уже сдает позиции. Вчера S&P просеял, и это как раз связано с тем, что опасения дают уже о себе знать. Доллар Канаде, цель у нас прежняя 1.30, я уверен, мы дотянем до этого рубежа. Вчера поддержку канадцу оказал довольно неплохой отчет по индексу активности PMI Канады 57.11.56.2. Локально трейдеры снова поверили в то, что канадский регулятор может вернуться к идее повышения процентных ставок. Но ключевое слово здесь было локально. Мы уже с вами говорили о том, что ставки, конечно же, повышаться не будут, но как косочно, очень неплохо, что рынок заблуждается в этом ключе, что приводит к укреплению канадского доллара. Соответственно, как только мы с вами сделаем цель 1.30, можно будет смело снова разворачиваться в расчете на то, что пара в долгосрочной перспективе идет выше отметки 1.38. Друзья, собственно, на этом все. Спасибо большое за внимание. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через Перископ. Всего доброго, до свидания.